То, что вы увидите, это пять дней работы. Пять дней от знакомства с пьесой до воплощения эскиза на сцене. Задача, с которой блестяще справились режиссёры, приглашённые в Театр юного зрителя поэкспериментировать. Третья творческая лаборатория Кулибенко посвящена современной драматургии для подростков. Я его за ногу схватила, за джинсину, прям аж зубами вцепилась. И ору, папочка, папочка, не оставляй меня, папочка. А он такой, где, б***ь, воспитка, отцепите её. А воспитка такая, сами её стряхивайте, что вы за отец такой, который стряхнуть не может. Первым свою работу представил Антон Морозов. «Делай, что хочешь, пока я тебя люблю». Пьеса Светланы Баженовой об одиночестве подростка и о том, что всегда, в любой ситуации, есть выход. Мне кажется, здорово найдено вот этот аналог пространства свет и крыша. Это такое третье место у подростков называется, да, место силы. Здесь такая антикрыша получается. Мы, наоборот, внизу, а не наверху. Они периодически выбегают туда, но мне показалось интересным как раз вот этот, ну, перевёртыш. Следующая работа – эскиз режиссёра Дмитрия Лимбаса. До конца держит в напряжении всех зрителей, знакомых с пьесой Андрея Иванова «Это всё она». История о том, как мама создаёт виртуальную девушку для общения с сыном в соцсетях. Нетрудно представить реакцию подростка, когда он узнаёт правду. Костя, прости меня. Поговори со мной, Костя. Мама, я попугайчик. В оригинале история заканчивается трагедией. В эскизе – хэппи-эндом. Можно выдохнуть. После таких спектаклей, таких эскизов есть о чём подумать. Есть что обсудить. В чём выход? Где свет в конце тоннеля? Где те границы, за которые родители не должны заходить никогда? А где та близость, которую мы должны развивать? И ещё одна пьеса Андрея Иванова послужила темой для эскиза Кулибинки. Провокационное название, обилие ненормативной лексики и номинации на театральную премию «Золотая маска». На малой сцене «Тюзы» режиссёр Евгений Закеров представляет свой проект. Алё? Сергей Романович? Здрасте, я с училища. Сколь же торговым Долбухина? Ну, вы у нас философию недавно ведёте. Аристотель, сапогу, короче. Каждый показ заканчивается подробным разбором. Зрители, критики, коллеги по творческому цеху делятся впечатлениями. Мы очень любим эту лабораторию. Это такой марафон. То есть ты за четыре дня должен выложиться полностью, вот все ресурсы, что у тебя есть. Мне кажется, что в этой лаборатории ребятам удалось мне что-то рассказать, чего я не знаю. И один эскиз просто для меня был абсолютно готов. Две остальные работы потенциальны, с ними нужно возиться. Но это всё эскизно честно. Было интересно, было продуктивно. Это уже не первая лаборатория. И первые две кулибинки имели продолжение в жизни нижегородского ЧУЗа. Поэтому я думаю, что всё в порядке. Задача лаборатории в первую очередь внутренняя. Это познакомить артистов с современной драматургией, привезти в театр, познакомиться с новыми молодыми режиссёрами, с критиками, тренинг для актёра. В ближайшее время все эскизы ТЮЗ выложат в своей группе ВКонтакте, где можно будет проголосовать. Продолжить работу с постановкой, включить её в репертуар или забыть, как страшный сон. А уже в декабре в театре состоится премьера спектакля «Доходное место». Эту пьесу Островского выбрали к постановке по итогам прошлой кулибинки. Служба информации Ирина Стефанюк, Михаил Городников и Василий Низов.